Компьютер, ноутбук, которым я пользуюсь, мне подарили летом 2009 года. Он абсолютно адекватен. То есть он сегодня прошло уже три года. Мне другой не нужен, этот меня вполне устраивает. Единственный его недостаток, у него там одна планочка соскочила, потому что я его уронил на пол. А он легенький и поэтому не прочный, будь он железный, с ним бы ничего не произошло. Вопрос. Мне прогресс не нужен, тем не менее мне его постоянно впаривают. Аналогичная история с телефонами. Подавляющая часть телефонов, они имеют функции, которые никакому нормальному человеку не нужны. Более того, они вредны. Например, значительная часть телефонов уже практически всю информацию, которую вы в него вкладываете, и хранят в сети, что с моей точки зрения совершенно неправильно. Я абсолютно не хочу, чтобы те фотографии, которые я делал, или сам ту почту, которую я храню, чтобы она попадала в сеть. Дальше там начинается еще целая куча. Мы понимаем, что на самом деле системы сбора информации, они не для пользы человека, они для пользы государства. То есть это государство, вот этот специфический вид развития финансирует. Вот это уж точно не прогресс. Но вот основной вопрос, который меня волнует, это следующий. Возможно ли нормальное развитие в тех вещах, где это нужно? Ну, например, лечение болезни, лечение рака и все остальное, без идеи обязательного прогресса. То есть можем ли мы развивать отдельные отрасли без развития? В целом, я, например, считаю, что компьютерные технологии сегодня можно дальше не трогать еще лет 30. Они практически закрывают все реальные потребности, которые только можно. Или же, соответственно, вот эта идея прогресса, она абсолютная, и с ней ничего нельзя сделать. Может остановиться на прогрессе в строительных технологиях. Может быть. Ну, смотрите, вот у меня деревянный дом, в котором дача, да? И в этой даче технологически этот дом такой же, какой был в 18 веке. Два отличия. Первое, это центральное отопление. Но теоретически можно было поставить печку, сделать колорифер или сделать там масло по радиаторам, по чугунным радиаторам, да? С чугунными радиаторами там не было в 18 веке чугунных радиаторов, но уж медную трубу для колорифера можно было сделать. Вот вам, пожалуйста. Почти центральное отопление. Ну да, печка, да? Может там русскую печку, еще чего-то. У русской печки, вообще у печки имеется своя проблема, это очень низкая влажность в доме. Но тут тоже можно там разные штуки делать, в конце концов, в ведра с водой ставить, чтобы вода испарялась. Но все, значит, одно отличие. А второе отличие – канализация. Потому что имеется электрический насос и вода. Но вот если имеется электричество, то можно сделать абсолютно комфортные условия существования уже сегодня в деревянном доме 18 века. Все остальное – это уже бантики. Все остальные технологии, если мы посмотрим сегодня на стоимость земли, то мы увидим, что на самом деле именно она обеспечивает высокую стоимость квартир в городе. А это в чистом виде финансовой технологии. Это не имеет никакого отношения к строительству и ко всему остальному. То есть здесь прогрессу не дают развернуться. Во мере падения спроса будут сокращаться производственные цепочки, то есть будут сокращаться посредники или нет. Да, конечно. И это банальная причина. Дело в том, что если спрос падает, то у вас падает... Вот же какая ситуация. Сегодня, условно говоря, маржа, которой делится, то есть себестоимость продукции 100 рублей, она продается со 120. Вот эти 20 делятся между всеми производителями. При этом, если у вас падает спрос, то количество производителей на первом этапе не падает. И очень интересная картина. У вас сокращается маржа. После этого, из-за того, что маржа сокращается, у вас некоторые производственные цепочки начинают рваться. Потому что там некоторые элементы перестают получать прибыль вообще, они становятся убыточными. И в результате у вас происходит укрупнение. То есть даже там, где еще пока не меняются технологии, общее количество компаний, производителей, отношения между ними начинает. Как бы цепочка становится более... Узлы становятся более крупными, а количество их будет становиться все меньше и меньше. В какой-то момент ситуация становится настолько сложной, что невозможно что-то уже производить. Ну, грубо говоря, если у вас есть изделие, в котором 100 тысяч комплектующих, и при этом из этих 100 тысяч 5 хотя бы уже экономически нелетабельны, то вы не можете производить и всю большую конструкцию. Начинается упрощение. Вот это вот очень важная вещь. Вопрос с прогрессом интересный, конечно. Но, думаю, более интересно, какую отрасль мы не знаем, уже придуманную на Западе и не применяется у нас. Какая разница? Поймите, там и на Западе придумать можно много чего. Даже у нас есть то, чего на Западе нет еще. Но это невозможно ввести в нормальный оборот, потому что оно не будет окупаться. А какое экономическое развитие возможности без дарма? А вот мы знаем, вот мы-то не знаем как раз. Я ровно про это и говорю, что мы оказываемся в ситуации, при которой мы не знаем, какой будет модель. Вот это и непонятно. Умотрительные рассуждения, что научно-технический прогресс сменится социальным прогрессом. А что такое социальный прогресс? Ну, в некотором смысле. Я на самом деле считаю, что современное общество в рамках НТР, оно образовалось путем социального регресса. Потому что оно стало атомарным. При этом в городах на самом деле образуются новые сложные социальные структуры. Еще один пример социальных структур – это то, что делают сети, которые позволяют создавать разного рода группы по интересам. Другое дело, что у них уровень конструктивизма низкий. То есть, иными словами, там, грубо говоря, все трепятся, а никто не создает продуктов каких-то. Экономической деятельности практически нет. Тем не менее, теоретически, это вещь известная. Еды нормальные в Москве не купить. Медицинское обеспечение нормальные не получить. Ребенка нормальные не обучить. Идет очевидный интеллектуальный регресс человечества. Это реально, просто вот это видно. Регресс очевиден. Вот на самом деле, мне кажется, что мы должны сегодня, ну мы не в смысле там «я» или «вы», а вообще человечество в целом, сформулировать представление о том, что такое прогресс в хорошем смысле этого слова. Что такое развитие в тех… Ну, грубо говоря, мы там ставим перед собой задачи. Да, побороть рак, обеспечить, чтобы человек мог жить до 120 лет, ну, без тяжелых болезней. Ну, вот там, атипичный пример, да, когда мне было 25 лет, то я читал в книжках, что если ты после 40 лет проснулся и у тебя ничего не болит, то ты уже умер. Мне, пипел, по 50, я просыпаюсь утром, у меня ничего не болит. Я, ну, я еще не умер, вроде бы. Я прям обратился к… Товарищем, к Андрею Фурсову, которому 60, спрашиваю, Андрей, у тебя что-нибудь утром болит? Он говорит, нет, у меня не болит. Тогда я пошел к тетке, которая специалист, я говорю, тетка, скажи мне. Она говорит, что если человек не курит и не нервничает, то есть на самом деле самое сильное, что ослабляет человека, это стресс. То есть, что если человек не курит и научился не принимать близко к сердцу разные неприятности, то до 70 лет, и нет наследственной предположенности к тяжелым болезням, то до 70 лет у него ничего не болит, а иногда и до 75, а потом начинаются сложности. Вот у меня, например, иногда голова болит из-за того, что давление повышает. Это в чистом виде наследственности. Правда, она очень многих такая наследственная гипертония. Вот, а, соответственно, вот это как бы научиться лечить, научиться лечить разные генетические отклонения, более-менее легкие. И, значит, человек легко доживает до 80-90, здоровым, ну а там и до 100-100-120, если уж очень стараться. Вот это можно попытаться сделать. Но тогда это не прогресс в целом, это развитие в вполне конкретной сфере, в вполне конкретном направлении. То есть, это вот... И это не требует обязательного развития всего остального. То есть, тут нету прогрессистской линии. Как бы, если говорить о детях, то, с одной стороны, то, что медицина сильно развилась, это позволяет спасать многих детей, которые бы умерли, а, с другой стороны, в результате спасают и тех, кого спасать бы не надо, потому что у них очень плохо с наследственностью. Тут дело тонкое. Я бы так вот не стал. Можно прогресс заменить познанием мира. А познание мира – это не прогресс? Есть ли это следствие прогресса? Зачем нам познавать мир? Ну вот смотрите, я иду в лес, там растут цветочки. Зачем мне узнавать, как они занимаются фотосинтезом? А вот если я хочу создать искусственную биомассу, вот тогда мне нужен фотосинтез. Ну и так далее, и тому подобное. То есть, в общем, тут есть вопросы. Тут была еще фраза «ребенок познает мир не для того, чтобы заработать». Понимаете, в чем дело? Ребенок познает мир ровно до тех пор, пока он решает те задачи, которые ему нужны. То есть, он осваивает ту квартиру, в которой он живет, осваивает общение с папой и мамой, осваивает общение со сверстниками, осваивает общение с противоположным полом. А дальше он останавливается. Опять-таки, я много видел детей. Например, человек в 14 лет уже взрослый. Но он вот сформировался в 14 лет, и дальше он какой был в 14 лет, такой и в 30, и в 50. То есть, уже в 30, и в 50 он, может быть, не совсем ребенок, с точки зрения окружающих, но уж скучный до безумия. У него, как бы, система интересов та же самая, которая в 14 лет. Или другой человек, который до 30 лет, как бы, очень инфантильный, а зато потом становится очень интересным. На самом деле, это связано со спецификой развития мозга. Просто мозг, когда быстро развивается, у человека, как бы, идет познание мира в смысле того, что, как бы, образуются новые связи в голове. Очень в большом количестве. На самом деле, мозг развивается всю жизнь, но вот до того момента, когда он растет чисто физически, количество нейронов увеличивается. Но вот этот процесс заканчивается, ну, где-то, говоря, от 14 до 30 лет. Поэтому те, у кого в 30, они в 20-25 инфантильные, зато начиная с 30, у них потенциал очень большой. Ну и наоборот. Те, кто в 14 лет, уже абсолютно взрослые, они, в общем, у них по проблемам. Я же учил детей в школе. Я поэтому очень много знаю. Когда они там в седьмом классе, у многих они там все кажутся талантливыми. А потом довольно быстро идет разделение. И ты понимаешь, что вот, как бы, человек, он вроде бы талантливый в чем-то, но новое, как бы, пороху не изобретет. Вот люди, которые, там, меня выгоняли с работы, там, в 98-м году, они были твердо совершенно убеждены, что я уже не поднимусь. Ну, просто потому, что им в голову не приходило, что я могу бы что-то придумать такое, за счет чего можно подняться. Но я-то сам про себя знаю, что вот практически все, что я придумал, на самом деле я где-то подсмотрел. Может быть, в местах совершенно разных. Но в этом смысле я, на самом деле, себя совершенно не считаю там выдающимся творцом. Я скорее человек, у которого достаточно хорошо, хотя не на уровне гениев, развито ассоциативное мышление. То есть я там взял кусочек отсюда, взял кусочек отсюда, взял кусочек отсюда, и в некоторых, немножко изменив, вот, слепил некоторую картинку. А есть же люди, которые с нуля придумывают, и я знал вот таких людей. Я еще раз говорю, вот тут написано, что рассказ называется «Профессия». Еще раз говорю, он есть в двух переводах. Я его первоначально в 70-е годы, я его прочитал где-то в классе в 9-м, но он назывался «Олимпиадам». Вы понимаете, очень многие из вопросов экономических, административных, организационных, вот, втыкаются вот в эту вот философию, базовый смысл жизни. Одно дело, когда мы говорим, как бы, смысл жизни – познать, как бы, замысел Божий, тут все понятно. Я познаю замысел Божий, а прогресс мне не нужен. Всем другого дела, когда я говорю, что Бога нет, а нужен прогресс. И как насчет прогресса созидания? То есть поставить в голову угла непотребление созидания. Понимаете, с точки зрения созидания, есть люди, которые не могут не созидать, но их очень мало. Нужно, чтобы в системе человек, согласно пирамиде Маслова, достиг вершины, приходил на творческую стадию. Никаких нет проблем, вопрос, во-первых, что будут кушать, во что будут одеваться. И что, самое главное, подавляющая часть людей не очень склонны к творческой деятельности. Ну что тут сделаешь? Это просто вот объективная реальность. Ничего с этим и не сделаешь. Есть такой замечательный рассказ Айзека Азимова под названием «Олимпиада». Замечательный совершенно рассказ. Желающие могут его прочитать. Он там есть, по-моему, в двух переводах. Один называется «Олимпиада», другой как-то по-другому. И там, собственно, смысл там следующий. Образование с помощью лент и сразу готовый специалист. И вот там интересный мальчик оказался в ситуации, при которой ему говорят, а вы не можете быть специалистом. Вот у вас структура мозга такая, что специалистом быть не может. Но и он бьется, 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 там, убегает из специального заведения, ищет чего-то, где это, дом для умолешенных. И в конце концов, в некий момент до него доходит. Он говорит, господи, но ведь как бы ничего себе дом для умолешенных, где меня учат по книжкам. Но ведь кто-то эти самые ленты делает, ну и, наконец, ему объясняют, что да, парень, просто вот аппараты показали, что структура твоего мозга – ты творец. Но проблема состоит в том, что мало быть творцом, нужно еще как бы и при этом работать. Поэтому если тебе начать объяснять, что ты творец, давай твори, то ты можешь сказать, типа, я хочу там гулять. Поэтому тебе надо поставить ситуацию, при которой ты сам скажешь, я могу творить, я буду творить, нравится вам это или нет. То есть вот в этом смысле созидать не каждый может. Либо гиперпрогресс, то есть развитие пилотивных полетов в космос и альтернативные источники возобновляемой энергии. Понимаете, а в космос полет для чего? Вот если вы почитаете фантастику 60-х годов, вот скажем, тех же Стругацких, у них же есть такая вот космическая серия, очень такая оптимистическая. Вот это вот типичный совершенно такой расцвет прогрессизма. То есть тогда вспомните «Страна багровых туч», первое произведение Стругацких. Там этот самый фотонный звездолет летит еще в 20 веке, 1900 и дальше три точки. Вот это очень важная вещь. То есть еще тогда вполне всерьез считали, что темпы прогресса будут такие же. Они не понимали, что прогресс этот связан с резким расширением рынков после войны. И что когда эти рынки исчерпаны, в СССР это произошло к началу 60-х, в США к началу 70-х, то темпы прогресса резко замедляются. Теоретически можно взять ресурс со всей экономики и бросить на какую-то отдельную отрасль. Например, на космос. Цель какая? Вот это главный вопрос. Если речь идет о том, чтобы о прогрессической идее, то есть обязательно мы должны двигаться вперед, тогда да, конечно. Но может так оказаться, что мы сделаем колонии на Марсе и на Луне, а потом где-то на Земле станет понятно, что денег содержать их нет. И чего тогда, что мы будем делать со всеми этими людьми? Это очень сложный вопрос. Поведенческие паттерны у человека возникают под воздействием социума. Существующая система стоит в углу потребления, смысл жизни приобретения. Это правда. Но нужно понимать, что все человечество сегодня живет в рамках модели прогресса. То есть на самом деле, ну, почитайте вы Стругацкин, это видно, как у них идея прогресса замещается таким вот глобальным пессимизмом, типа там гадкие лебеди и прочая жуть. Почему? А потому что, соответственно, они разочаровались в идее прогресса. Они очень глубоко в нее проникли. Они поняли, что эта идея ведет в тупик, что светлого будущего на идее прогресса сделать не получается. Но это вот моя версия. Почему вы ставите равенство между прогрессом и паттерноли? Я еще раз повторяю, что если мы делаем научно-технический прогресс, то мы автоматически там получаем общество потребления. Во-первых, атомизированное, разрушение социальной инфраструктуры, цель получения всего и больше, ну и все. Мне, в этом случае, так кажется. Но я обращаю ваше внимание, что и капитализм, и социализм, прогрессистские, по сути, теории, они все равно свалились в потребление. Так или иначе. В общем, на самом деле, мы видим, что мы упираемся в чисто философскую концепцию, что у нас нету... Вот это очень важная штука. Что такое глобальный проект? Это идея, которая описывает мир. Говорит, что вот смотрите, вот мир может быть вот таким, давайте вместе его строить и в нем жить. Вот и идея социализма, и идея капитализма, там идея, это понятно, идея капитализма западного глобального проекта понятна. От тебя будет много денег, и ты будешь иметь все. Это как бы, ну вот, такая вот мечта. Идея социализма другая, там идея справедливости, но она все равно по справедливости, построенным на том, что у всех все будет, но у всех все будет одинаково. То есть это тоже прогрессийская идея. У всех все будет. Значит, нужно придумывать новый глобальный проект, непрогрессийский. У нас есть непрогрессийские глобальные проекты. Там православие, католицизм, ислам, но вот у них, соответственно, вся проблема в том, что они при этом разрушают научно-технический прогресс, от которого полностью отказываться не хочется. Вот, как это, думать надо, не вижу я простых ответов. К сожалению. Я поэтому и говорил, что я сегодня буду не столько отвечать на вопросы, сколько задавать. Вот. Религия не требует развития технического, только духовного. Я ровно про это и говорю, что религия требует разбирательства как бы в тех задачах, которые поставил Бог. А Бог принципиально не познаваем. Поэтому эта работа интересная и, самое главное, долгая. Конца у нее нету. А почему НТП разрушает общество, если производство сложных вещей, надо высокоорганизованный труд? А очень просто. Потому что высокоорганизованный труд происходит на уровне выше человека. То есть это некоторые сложные технологические системы разделения труда, которые не требуют социализации. Условно говоря, если у вас есть 100 тысяч комплектующих, то эти 100 тысяч человек могут работать... Ну там, эти 100 тысяч изделий могут производиться... Каждый из них может быть очень упростым. Там, грубо говоря, один производитель, который друг про друга даже ничего не знают, никогда друг друга не слушали. А что сейчас совревается в временном обществе? Недовольство в текущем состоянии общества назревает. Ну, в общем, да, общество сильно недовольно. Но я бы сказал еще, что назревает разрушение. То есть, иными словами, сейчас начнется разрушение, и люди начнут бежать в традиционное общество. Просто им ничего больше не остается. И будут... А традиционное общество приведет к распаду сложных технологических систем. Это еще одна причина... Еще одна... Еще одна причина уменьшения технологической сложности. Кризис усилит потребность в социальных технологиях. Да, усилит, но только опять-таки социальные технологии должны быть новые. Понимаете, нас не устраивают социальные технологии, придуманные для общества с высоким уровнем разделения труда, потому что они работать не будут. Невозможно налагать современный развитый эгоизм в форме традиционного общества. Я еще раз повторяю, этот эгоизм возникает только в связи с высоким уровнем употребления. А только употребление будет падать, этот эгоизм резко сократится. Без шуток. Абсолютно. Реально резко сократится. Жить очень хочется. Очень хочется кушать, жить. Понимаете, когда вы не знаете, что вы будете есть завтра, то единственный шанс это соседи, у которых может быть найдется лишний кусок, чтобы покормить полоса вашего ребенка. А вы в свою очередь должны кормить соседей. Это очень сильно меняет всю систему отношений. Я абсолютно не шучу. Это произойдет почти наверняка. То есть мы будем, нас практически неминуемо ждет распад на какие-то кусочки традиционного общества, другое дело, какого не будут масштаба. Не может ли оказаться так, что каждый дом многоквартирный станет отдельной деревней, таким феодом, и будет ходить войну на соседний дом. Теоретически это возможно. Углубление, разделение труда это атомизация человечества. Потому что углубление, разделение труда создает отдельные ячейки, в которые взаимозаменяемые. То есть, условно говоря, вместо мастера, который делает сложную техническую вещь, это все разделяется на очень простые элементы, каждый из которых может делать один человек, а для этого ему не нужно взаимодействовать с другими. То есть, иными словами, научно-технический прогресс на самом деле убивает социальную структуру общества. И отсюда есть основания для всего этого сатанизма социального, типа там гомосексуалистов, ювенальной юстиции, разрушения семьи и т.д. и т.п. Потому что раньше под семьей была экономика, семью нельзя было разрушить, потому что выжить можно было только семьей. А сегодня семья вещь не обязательная с точки зрения экономики и вредная с точки зрения интересов государства, потому что она противопоставляет воспитанию ребенка вот этим либеральным ценностям какую-то свою модель. Семья всегда традиционна по определению. Поэтому разрушают семью. То есть, в этом смысле ювенальные технологии, это естественное следствие прогресса научно-технического. Воспитанием детей, возрождение нормальной семьи, а вот это мы уже говорили. Если у нас научно-технический прогресс, то он атомизирует общество. Ему семья мешает. То есть, все это либеральное вредительство, оно не с неба взялось. Оно следствие философии прогресса. Вы поймите, это принципиально важно. Что философия прогресса тут идет первый. А вся ювенальщина, гомосексуализм, педофилия и прочее это следствие. Идет падать уровень разделения труда. То есть, будет упрощение. То есть, на самом деле, мы все равно практически автоматически будем вынуждены отказаться от углубления разделения труда и, соответственно, от прогресса. Некоторые вещи, которые у нас сегодня есть, их через пять лет не будет. Ну, вот в СССР, да, много чего делалось такого, чего сегодня в России вообще в принципе не производится. Если предположить, что мы снова закрываем границы, то в результате оказывается, что у нас произошел технический регресс. Вот на самом деле, скорее всего, это же и мир ждет в ближайшие лет, я не знаю, пять-восемь. Но насколько это далеко, это вопрос отдельный. То есть, мне пока не очевидно, что с этим делать. Много чего можно сделать. На самом деле, идей-то много, но, опять-таки, для этого нам надо заменить идею прогресса. Вот сегодня это пока сделать нельзя, потому что все, как бы, каждый рассчитывает заработать миллион, а лучше десять, а лучше сто, а лучше миллиард. Вместе с тем, если вы посмотрите на то, как жили там люди в девятнадцатом веке, никому же не приходило в голову зарабатывать миллиард, потому что это, как бы, глупостью считалось. На самом деле, мы очень сильно начинаем разрушаться именно из-за научно-технического прогресса. Еще раз повторяю, тысяча лет у нас идеи прогресса не было, ну уж в Европе так точно. Да еще раз повторяю, в религиозном обществе цели прогресса не было. Если НТП продукт капитализма, нужно смотреть, что за общество придет именно смену. Нет. Это капитализм продукта НТП, как и социализм. Потому что все-таки в данном случае механизм экономического развития первичен. А кроме механизма экономического развития еще и, соответственно, система ценностей. Система ценностей при капитализме и социализме разная, а модель экономического развития одна и та же. НТП не продукт капитализма, а социализм был. Ну да, совершенно верно, именно это я и сказал.